В современной России День Народного Единства 4 ноября государственным праздником стал сравнительно недавно, с 2005 года. Но впервые он был установлен еще царем Алексеем Михайловичем 365 лет назад в память об освобождении Москвы от интервентов. Об исторических и современных традициях Дня Народного Единства. И о том, почему в Сердобском районе Пензенской области это двойное торжество, расскажет Евгений Белохвостиков. Поселок Сазаньи под Сердобском. Столетия назад Сазань-гора ассоциировалась у всех с Казанской Алексеевой Сергеевской пустынью. В 20 веке поселок больше знали по военному городку. А теперь здесь снова сверкает крестами на солнце монастырь. От воинской части его отделяет, как и положено, ограда. Но внутренних преград для общения и взаимопомощи нет. Кто знает, если бы не поддержал командир воинской части в свое время молодую обитель, как сложилась бы ее новейшая история. Поэтому 4 ноября в пустыне отмечают не только престольный праздник, но и гражданский. Единение – это всегда хорошо. Ведь в Священном Писании говорится, что не может царство существовать, если оно разделится на две части. Оно погибнет. Поэтому Господь вот этими словами говорит, что мы должны жить в единении. И независимо от того, какой мы национальности, какая у нас культура, какое у нас вероисповедание, мы должны быть вместе и создавать единое целое. Только когда мы все вместе объединяемся, только тогда мы становимся сильными. Казанская икона Богородицы была в стане ополченцев Минина и Пожарского в 1612 году. И именно в ее честь установил празднование освобождения Москвы царь Алексей Михайлович, второй правитель из династии Романовых. Осеннюю Казанскую в народе полюбили, и в ее честь построено немало храмов и монастырей. Один из последних основали в начале 20 века под Серждобском. Увы, благоденствие обители было недолгим. В 20-х монахов разогнали, а все постройки стерли с лица земли. Одна из самых необычных достопримечательностей Казанской пустыни – вот эта композиция из «Летящих журавлей». Она олицетворяет собой судьбы насельников прежнего разрушенного полностью монастыря, расстрелянных и разбросанных по жизни. И, наверное, в связи с установлением на государственном уровне Дня народного единства, особенно символичной, кажется, эта композиция, как знак того, каким бедам могут привести разделения в народе. Может быть, кому-то покажется символичным, что Сазанская пустынь возродилась в том же году, когда 4 ноября стала государственным праздником, 9 лет назад. С тех пор у монастыря появилось много друзей, и в их числе сердобские казаки. В Сазане они всегда желанные гости. Игумен Андрей – духовник казачьего подразделения. В этом году его духовные чады построили в Путыне свою часовню в честь Ильи Муромца. По первому звонку отца Андрея мы здесь. И бетон заливаем. Вот сделали. Ну, я не буду перечислять, но позвонил, мы приехали. И сделали. Уже сейчас в Сазанском монастыре постоянно живут 20 человек. Это и монахи, и те, кто только готовится ими стать. Здесь рады каждому и паломнику, и туристу, невзирая на его социальное положение, место жительства и национальность. Здесь радует... Продолжение следует...